Привет, мои дорогие! С вами Мил Фредо. Я понимаю, что меня видеть в таком состоянии очень вам непривычно, но я все-таки решила записать это видео, потому что меня уже давно не было на связи. И специально, чтобы нагнести обстановку, я не причесывалась, не наводила особого макияжа. Я только что пришла из садика, я не убирала мешки под глазами, я даже не убрала свои лекарства вот отсюда. И даже, с вашего позволения, я возьму все-таки свой халат. Вот так укроюсь и буду вам рассказывать, что происходит в моей жизни. И смех, и грех. Один глаз плачет, другой смеется. Вы помните, какое-то время назад, буквально несколько недель назад, я жаловалась, что я очень долго почему-то болею, что у меня нос забит, что я никак не могу из этого выйти, что у меня такой синузит жуткий. И очень многие посоветовали мне пойти к доктору, чтобы он выписал антибиотики. Что доктор и сделал? Я пропила эти антибиотики. Несколькими днями спустя мне стало намного легче, я тут же пустилась во все тяжкие, так сказать, начала наводить порядки в доме, там, не знаю, с детьми гулять. У меня сразу появилась куча энергии. Несколькими днями позже мы с Тео отравились. Тео долго выкарабкивался, я достаточно быстро. И после того, как он пошел в школу, заболела я, заболела гриппом. Но так заболела, что вот я не помню, когда я последний раз так болела. Я не могла поднять голову просто с подушки. Приехал доктор, он мне сказал, что у меня бронхит, синусит и грипп одновременно. У меня температура была под 40, реально. И вот, например, вчера я проспала 10 часов. И еще из-за этого синусита у меня постоянно вот прям огромные такие мешки под глазами, потому что все забито у меня, начиная отсюда. Я даже не могу наклонить голову нормально, настолько мне плохо. И, в общем-то, это была предыстория. Все мы болеем, я просто не понимаю, почему я начала болеть буквально постоянно. Как только я от одного избавляюсь, у меня появляется что-то другое. Несколькими днями ранее, я не знаю, по какой причине, наверное, сам Бов меня туда послал, я рылась в одном интернет-магазине для девочек и нашла статью, которую написала я в 2008 году. Это статья «Почему женщины болеют?». Я думаю, как же так? Я знаю ответы на эти вопросы, и я этим не воспользовалась. Суть такова. Конечно, мы можем все болеть, потому что есть всякие вирусы там ходят, грибки, что там еще бывает, от чего мы можем заболеть. Заразы всякие, инфекции. Это все понятно. Но есть и другая сторона, она касается женщин. Почему женщины болеют? Очень часто женщина начинает болеть от недостатка внимания, либо когда что-то не устраивает в жизни. И это совершенная правда, потому что с некоторых пор мой супруг, помимо того, что он работает дома до 12 ночи буквально, то есть он с нами ужинает, например, а потом все, у него нет времени не поговорить со мной, ничего, что-то он, что-то там свои коды эти, этапирует в компьютере. Он еще и пошел на еще одну работу. Почему? Потому что я больше на работу не пойду. Это тоже у меня есть отдельное видео, я никак его не выложу. Я вот его сегодня перезапишу и все-таки выложу. Что скрывать, да? Почему я не пойду больше на работу? Поэтому он вынужден работать сейчас больше, и я, как не знаю кто, это называется зажравшееся. Я не начала его упрекать в этом, но вот тут в голове у меня засело, что времени у него на нас нету теперь, что он весь день в офисе, всю ночь за компьютером. И я начала болеть. Это для того, чтобы привлечь его внимание. Потому что когда мы болеем, там, для нас в аптеку ходят, чай горячий, в постель приносят. Вот так я думаю, что я болею именно по этой причине. И это еще не все. Я на днях мы встречались с моей подругой Инной. Так мы хорошо посидели. И в определенный момент я вот смотрю на нее и думаю, вот какая же ты счастливая. У тебя есть ребенок, но ты его оставляешь, например, с мамой. И самое главное, у тебя нет мужа. Как хорошо, да? Не нужно заботиться ни о ком. Красота. Захотела выйти куда-то вечером? Пошла. Не захотела? Не пошла. И вот промелькнула такая мысль в голове. Зависть. Да? Это такая вот своего рода зависть, что вот к ее свободе этой. Я пришла домой и говорю своему мужу. Ты знаешь, вот меня не устраивает то в нас и то. Вспомнила ему все позапрошлогодние пироги. Что все у нас не так, как у других. Как-то должно все быть по-другому. И вообще меня не устраивает жизнь. И может быть мы попробуем жить отдельно друг от друга. Он сказал, а чего тебе именно не хватает? Ну я начала говорить, внимание там, еще что-то. Он говорит, а теперь вот посмотри мне в глаза и скажи честно, чего тебе именно не хватает? Он говорит, не боясь, как другу, скажи, действительно тебе не хватает моего внимания или чего-то другого? И вот он сидит в ожидании и смотрит на меня. И я решила, подумала, хорошо, я скажу ему как есть. Я ему сказала, ты представляешь, вот сегодня прям я почувствовала, как я позавидовала человеку, вот этой вот свободе человека. Что она может там каждый вечер выйти, если ей хочется. Ей не нужно отчитываться ни перед кем, а мне нужно. И его реакция меня поразила. Он мне сказал, да, да. Он так по столу стукнул, я ждал, когда с тобой это случится. А я сижу, я аж испугался, думала, он сейчас меня там побьет, не знаю, будет ругаться. Он мне говорит, я ждал, я ждал, я ждал, когда же ты, наконец, поймешь, что тебе нужно выходить, в кавычках. Выходить, потому что я перевожу, как он сказал это на французском, потому что «суртих» на французском переводится «выйти». Это слово употребляют, когда люди выходят куда-то из дома. Имеется в виду в бары, в кино, на дискотеку. То есть проводят время самим с собой или с друзьями. Это у них, все это обобщается одним словом «выходить». Он сказал, я ждал, когда ты меня об этом попросишь. Я готов говорить, давай там два или три дня в неделю я буду находиться с детьми, а ты иди куда-нибудь. Потому что, когда мы даже вместе с ним выходим, я постоянно думаю, а как там мои дети. Сейчас мы их с нянями еще не пробовали оставлять двоих, но когда был Тео, мы его частенько с няней оставляли вечером. С мамой я оставляла пару раз детей, но мне все равно было тяжело. Я постоянно думала, все ли там хорошо, они плачут ли, они нужна ли им мама в этот момент. И он мне сказал, тебе обязательно нужно выходить и не видеть наши рожи. И он меня попросил не думать о том, что ты плохая мама или что мы тебе надоели. Просто сейчас я покашляю, а потом дальше расскажу. Продолжу свою больную дискуссию. Я ему сказала, тебе нужно обязательно проводить время без нас, потому что ты видишь только подгузники, немытую посуду и прочее. И это, оно никогда не будет заканчиваться. Всегда будет немытая посуда, всегда будут подгузники, ну там до определенного времени. Всегда будут мои носки. Все это будет всегда. Тебе нужно видеть что-то другое. Только так будут меняться мысли. И поэтому он мне предложил допить все свои лекарства и начать выходить потихоньку в люди и возвращаться к жизни. Он мне сказал, что я не такая, которая будет сидеть дома и там готовить, кушать, убирать и заниматься детьми. И не нужно этого бояться, а нужно жить так, как я живу. И в определенный момент я еще раз подтвердила себе, что он гениальный человек. У него есть куча своих недостатков, у него куча плюсов, куча минусов. Но мне кажется, Бог послал мне именно того человека, который смог меня принять такую, какая я есть. И он абсолютно прав. И вот я сейчас полечусь, вылечусь наконец-то, потому что уже надоело болеть. Вот надоело прямо в печенках у меня все это сидит. И начну потихонечку возвращаться к своей нормальной жизни. Зачем я записала это видео? Наверное, даже для других женщин, которые не могут понять, как им выйти из всего этого. Вот этот замкнутый круг. Уборка, дети, уборка, дети, болезни, подгузники, аспирин, уколы. Мне кажется, единственное правильное решение, это иногда забивать на все и делать то, что нравится тебе, твоей душе или твоему телу. Сделать какое-то приятное для себя хотя бы один раз в неделю. Если у вас есть такая возможность, не чувствуйте себя виноватыми. Оставляйте ваших детей папе или бабушкам, дедушкам. Наймите няню, например. Я говорю про тех, у кого, например, нет денег на то, чтобы нанимать няню. Всякие же зрители у меня наверняка есть. Есть те, у которых их много, есть те, у которых их вообще нет. Подружки оставьте, например. И не чувствуйте себя виноватыми. Выйдите, займитесь какими-то своими делами. Не знаю, сходите в бар, как в американских фильмах, пейте коктейли, смотрите вокруг там, да, и жалуйтесь там себе на жизнь, например. Но обязательно нужно уделять время себе. Вы знаете, моя любимая фраза, что все равно мы все когда-нибудь умрем. Поэтому сидели вы всю жизнь дома или один раз в неделю выходили куда-то, не будет иметь никакого значения в будущем. Но будет иметь значение сейчас. Поверьте мне, когда вы выходите из вот этого круга, у вас потом появляются какие-то новые мысли, новые идеи. И самое главное, новая энергия, которую нужно постоянно обновлять. Нужно что-то менять, нужно видеть что-то другое. Выходить из своих четырех стен, из своего офиса, из своей квартиры, там, или где вы находитесь постоянно. И менять обстановку. Это очень и очень важно. Это было мое мнение. Делитесь своим. Пойду сморкать нос и записывать вам новые видео, уже будучи в форме. Не буду больше болеть. Сейчас сделаю себя красивой, наведу марафет и стану сразу совершенно другим человеком. Ну а вам я желаю всего доброго. И увидимся с вами в следующем видео. Будьте счастливы, девчонки. Пока.